Здравствуйте, ребята! Сегодня урок русского языка, а проведу его я, Борисова Ирина Леонидовна. Итак, тема нашего урока – неопределённая форма глагола. И проведём мы его с вами в форме исследования. День хороший наступил, солнце светит нам с утра, и природа пробудилась, заниматься нам пора. Итак, сегодня мы уточним представление о неопределённой форме глагола как начальной. Научимся правильно ставить вопросы к глаголам неопределённой формы. И научимся правильно писать и употреблять глаголы в неопределённой форме. Итак, проверим домашнее задание. Вы в упражнении 295 должны были выписать глаголы, поставить к ним вопросы. Итак, любить, беречь, защищать, жить, мечтать, дружить – все эти глаголы отвечают на вопрос «что делать?». Это глаголы неопределённой формы. А в упражнении 296 от глаголов, отвечающих на вопрос «что делать?», вы должны образовать глаголы, которые будут отвечать на вопросы «что сделать?». Посмотрите внимательно. Что делать? Слушать. Что сделать? Послушать. Что делать? Считать. Что сделать? Посчитать. Что делать? Смотреть. Что сделать? Посмотреть. Молодцы, ребята! Вы все справились с домашним заданием. Итак, к нам в гости пришёл вот такой дядюшка-глагол. И он хочет знать, как вы усвоили пройденный материал. Что вы знаете о глаголе? Глаголы изменяются по временам. Настоящее, прошедшее и будущее время. Глаголы прошедшего времени изменяются по числам и по родам. А глаголы настоящего и будущего времени, они изменяются по лицам и числам. Правильно. Прочитайте слово «сочетание» и определите у глаголов время. «Стащил» – это глагол прошедшего времени. «Хранишь тайну». Что делаешь? Это глагол настоящего времени. «Полетят на юг». Что сделают? «Полетят» – это глагол будущего времени. «Смотрел» – это глагол прошедшего времени. «Позвоню другу». «Что сделаю?» Это глагол будущего времени. Молодцы! Итак, мы сегодня должны запомнить, на какие вопросы отвечают глаголы. Запомнить отличительные признаки глаголов неопределённой формы. Мы должны находить глаголы неопределённой формы в письменной и воустной речи и научиться образовывать глаголы неопределённой формы. Итак, первый шаг к нашему исследованию. Мы должны запомнить, на какие вопросы отвечают глаголы неопределённой формы. Проводим первое исследование. Попробуйте задать вопросы и распределить глаголы в два столбика. «Держать», «зубрить», «мозолить», «прикусить». «Что делать?» «Держать». «Что сделать?» «Зазубрить». Правильно, мы распределим в два столбика. В первый столбик запишем глаголы, которые будут отвечать на вопросы «что делать?». А во второй столбик запишем глаголы, которые будут отвечать на вопросы «что сделать?». «Что делать?» «Держать». «Что делать?» «Мозолить». «Что сделать?» «Зарубить». «Что сделать?» «Прикусить». Молодцы! Так, делаем следующий шаг. Сейчас мы узнаем отличительные признаки глагола в неопределённой форме. Проведём второе исследование. Запишем глаголы в неопределённой форме. «Иду», «везёшь», «играю». «Иду», «что делать?» «Идти». «Везёт», «везёшь». «Что делать?» «Вести». «Играю», «что делать?» «Играть». Молодцы! Мы всё правильно с вами выполнили. Какой же вывод мы сделаем по исследовательской работе? Глаголы в неопределённой форме могут оканчиваться на «ть» и на «ти». Какой частью слова являются «ть» и «ти» в глаголах неопределённой формы? Правильно, ребята, это суффикс. Проведём третье исследование. Мы запишем глаголы в неопределённой форме. «Берегу» и «стригу». «Что делать?» «Беречь». «Что делать?» «Стричь». Итак, следующий вывод. Глаголы в неопределённой форме могут оканчиваться на «ч». Какой же частью слова они являются в глаголах неопределённой формы? «Увлечь» — это часть слова. Итак, неопределённая форма глагола — это начальная форма глагола. Это инфинитив. А теперь, ребята, попробуем вставить глаголы, слова и ответить на наши вопросы. Неопределённая форма глагола — это начальная форма глагола. Молодцы! Это неизменяемая форма глагола. Она не указывает ни на время, ни на число глагола. Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы «что делать?» или «что сделать?». Молодцы! Переходим к следующему исследованию. Мы должны научиться образовывать глаголы в неопределённой форме. Итак, посмотрите, малыш написал письмо. «Дорогой Карлсон, приглашаю тебя на день рождения. Мы весело его проведём. Можно плясать, есть конфеты, играть, мультфильмы смотреть, стихи сочинять. Мою паровую машину возьмём и с ней испытания снова начнём. Я вместе с тобой высоко полечу. Так праздник отметить свой я хочу. Твой друг — малыш. Но мама разрешила малышу делать только те дела, глаголы которых стоят в неопределённой форме. Какие же дела они делали с Карлсоном? Что делать? Плясать. Что делать? Есть конфеты. Что делать? Играть. Что делать? Смотреть мультфильмы. Сочинять стихи. Отметить свой замечательный день рождения. Молодцы, ребята. А сейчас следующий этап. Мы должны выписать глаголы и поставить их в начальную форму. Снег теперь уже не тот. Потемнел он в поле. На озёрах треснул лёд, будто раскололи. Облака бегут быстрей, небо стало выше. Зачирикал воробей веселей на крыше. Итак, находим глаголы и ставим их в начальную форму. Потемнел. Потемнел. Потемнеть. Потемнел. Треснул. Что сделать? Треснуть. Расколол. Расколол. Расколоть. Расколоть. Бегут. Что делать? Бежать. Стать. Зачирикать. Молодцы, ребята. А теперь следующее задание. Мы должны заменить фразеологизмы глаголами неопределённой формы. Давайте вспомним, что такое фразеологизм. Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, которое употребляется в переносном значении или в переносном смысле. И его можно заменить одним словом, синонимом. Держать язык за зубами. Что делать? Молчать. Мозолить глаза. Что значит делать? Надоедать. Зарубить на носу. Это нужно запомнить. Прикусить язык – значит замолчать. Клевать носом – значит дремать. Молодцы, ребята. А теперь мы с вами выполним самостоятельную работу. Давайте попробуем отредактировать текст, раскрывая скобки. И постараемся глаголы поставить в начальную форму. Живём родине служим. Что делать? Верно. Жить. Родине служить. Учение. Ум точения. Учить – значит ум точить. Братья дружную толпою выезжают. Погуляли. Серых уток постреляли. Что делать? Выезжают погулять. Серых уток пострелять. Посмотрите внимательно. Всё правильно. Итак, мы узнали об отличительных признаках глаголов неопределённой формы. Мы находили глаголы в неопределённой форме в устной и письменной речи. Мы научились образовывать глаголы неопределённой формы. Мы сегодня очень хорошо поработали. Мы молодцы. А теперь домашнее задание. На странице 121 вы выполните упражнение 299. От данных глаголов вы должны образовать глаголы в неопределённой форме. Надеюсь, вы все справитесь. Вы большие молодцы. Урок окончен. До свидания, ребята.